Артложечек, привет! Открываемся! Такой загорелый красный. Я подкручу, наверное, все-таки красноту потом в фильтрах, потому что только возвращаясь с дачи, мы имеем вот такой вот рачий, как я и говорю, я рак по гороскопу и скоро у меня день рождения. Вот имеем, да, такой вот рачий цвет. Привет! Короче, открываемся! Не знаю вообще, как всегда, что будет, кроме того, что день рождения на носу и, ну, собственно, в день рождения, наверное, даже перед. Да, я артложечек закрою, потому что хочется самоизоляции и вообще за предыдущие недели у меня, знаете, появилось первый раз такое желание отдохнуть, но почему оно первый раз вот такое? Потому что меня, знаете, как-то совесть не мучила, что я ничего не буду делать. Это очень странно, но мне кажется, это очень хорошо и правильно. И посмотрим, смогу ли я себе это позволить. Но в то же время и очень много важных дел. Сегодня была коуч-сессия с Мариной, очередная. И в очередной раз убеждаюсь, насколько всё в этом мире пронизано общими какими-то энергиями, потому что вот просто всплыва тема, очень актуальная по поводу продажи картин, самого этого процесса и вообще продаж. Потому что, кто не знает, я работала на радио в коммерческом отделе и тоже, имея определённый опыт, для меня эта тема такая очень знакомая, обширная. Короче, мы её разбирали и дофига она для меня заданий вытащила. И реально я как будто на себя под другим углом посмотрела после работы с Мариной. Господи, мне кажется, нет ни одного такого человека, который, знаете, походил к психологу или ещё к какому-нибудь специалисту, поработал с ним пару месяцев и такой всё, типа я исцелился. Ничего подобного. Мы такие капусты, листочек за листочком, там открываешь одно, другое, третье, потом ещё червяка вообще какого-нибудь найдёшь. И там гнилое какое-нибудь место, и надо будет вообще же вырезать ножом это всё. В общем, всё не так просто, но от этого и интересно. Короче, будем работать. Планы ещё и такие простые, типа записать ролики с уроками, потому что на прошлой неделе я ничего не записывала, но у меня был запас. Конечно же рисовать очень-очень хочется, и очень хочется мне в студию прийти поскорее вообще вновь взглянуть на то, что я делала. Мне хочется выстроить работу с натурой. Я ищу себе сейчас модель для того, чтобы поделать с неё референсы себе и зарисовки. И также обустройство студии будет меня ждать. Это должно начаться уже завтра, потому что доставка IKEA вроде не лажает, но я себя ругаю, потому что я забыла заказать. Всякую мелочёвку, очень-очень важную, которая создаст ещё более комфортную работу для меня. Короче, как вы поняли, планы есть, и как мы все знаем, они всегда могут меняться, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Ну а пока, начало 12-го я ещё не сплю, а надо бы, ну как всегда, я возвращаюсь в дачу и сразу начинаю всё делать. Ещё после коуч-сессии, такой прям бодрячком и столько мыслей. Поэтому я сейчас ещё посижу немножко, повыписываю свои мыслишки и посмотрю, когда мой мастер по маникюру свободен. Да. Ну, погнали. Орложечек, привет! Аллилуйя! Я уже не такая красная. Пол седьмого утра. Я давно не вставала так рано, как мне кажется. Дня четыре, да. И, конечно, что-то не выспалась, но не хочется выходить на улицу. Но надо идти в студию, потому что сегодня должна приехать в Икеа. Я тут новый кремик тестирую, расскажу потом, потому что что-то я решила побаловать себя и заказывать себе косметоса, который рекомендуют всякие влогеры. Об этом я тоже рассказывала. Вот потихонечку приходит то, что я заказывала. Вот. Короче, на улицу не хочется. Там такая же рана. На самом деле, пока еще рано, надо уже бежать. Да. Так, все. Я освободила пространство. Доставки пока нет. Все сюда сложила. Замазала лицо деве. Это подсыхает. Я все думаю, тут всякую писанину добавить. И надо записать уроки. Да, буду вливаться в скетч мои. И еще хочется показать вот эти скетчи. Очень хочется их оформить. И, ну, чтобы они были такие уже готовые к продаже. Очень мне вот этот вот нравится. Может быть, даже только два, наверное, вот эти оформлю. И классно, что здесь бумажка такая оторванная. В общем, красота в багете. Будет смотреться просто супер. Вот. Найдет, может, новых хозяев. Так, я села за стол и выключила канди, потому что невозможно с ним записывать. Хотя еще жарко. Не надул он холодный воздух. Буду сейчас коллаж записывать. Урок, который у меня, блин, не записался. Точнее, он записался, но я случайно удалила. Я люблю это делать. Что еще хотела сказать? А, что мир вообще пропитан, конечно, настолько тонкими какими-то энергиями. И как все взаимосвязано. Потому что вчера, вот на коуч-сессии с Мариной мы обсуждали мои картины, мое отношение к ним, вот мое взаимодействие, про то, как я их отпускаю в мир. Знаете, эту фразочку, типа, картины, это как дочки, главное удачно выдать их замуж. Вот примерно так. Так, очень интересно, я для себя вытащила инсайты, простите за модное слово. Хорошо, выводы в данном случае. И, в общем, все реально так складывается, как-то наслаивается очень правильно. И я почувствовала в себе даже какие-то изменения, еще когда мы только обсуждали с Мариной, и она мне задает вопросы, почему ты некоторые вещи не делаешь, аккумулятор садится. Так вот, и вечером мне девочка присылает ВКонтакте скрин с моей страницы Сачи, что я художник, которого добавляли в какие-то галереи там. Я еще не разобралась, правда, в какую именно, но вот у меня уже этот значок... Так, не буду на штатив ставить. Короче, это очень приятно. И это как такой, знаете, знак, что все верно, все в правильном направлении движется, и правильные темы обсуждаются и прорабатываются. И жарко, пипец. Я пока дошла, вся вспотела, но, слава богу, еще не такая жара. Сейчас еще чуть-чуть проветрию. Надо, наверное, за кофе было зайти, потому что я уже начинаю хотеть есть, хотеть кофе. И чай, который остался дома. Но, опять же, скажу, что какая-то я немножко ленивая. Давайте еще список дел составлю себе сегодня. И очень хочу, то есть я хотела это давно сделать, снять обзор серии моей «Твоего здесь ничего нет», картин, я уже, по-моему, говорила про это. И мне кажется, что вот в данный момент я созрела для этого, чтобы вам рассказать, о чем эта вся история, все показать, как бы собрать все воедино, чтобы это такая, как, знаете, видеовыставка была. И все это вот, опять же, какой-то один момент, когда мы с Мариной это обсуждали. В общем, кайф. Ладно, буду наводить тот порядок, чтобы сделать повторный урок. Первый раз я записывать буду урок по работе, который я уже сделала. Обычно все записывают уроки по какому-то шаблону по готовой работе, который есть уже. А я вот первый раз так буду делать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Может быть, мне очень понравится. Так, в ожидании доставки Икеи, которая сломалась с машины, они приедут на час попозже. Сделала два коллажа. Записала вот второй урок, вот этого, который слился. Точнее, я его удалила, я уже рассказывала. И вот этот вот, блин, мне так нравится. Это с этим зелененьким, так лаконичненько. Еще бы зеленый паспарту. Короче, вообще огонь. Супер. И хочу спать вообще. Я сходила за кофе, но это не спасло меня. Так, ложечек. Все пришло, но я себя чувствую просто непонятно. Я не могу ничего делать. И вроде собрать это все хочется, но я не кокос. Ну, посмотрим, может быть, раскачаюсь. Это обычный стеллаж, я его буду потом красить. И пока думаю, какой черный или белый. В общем, думаю. Блин, поход дела я налажала. Мне нужен был узкий стеллаж. Вот с такими полками. А он у меня широкий. Блин. Фак. Короче, не знаю, что делать теперь. Ну все, 20 минут. Стеллаж собран. Клево, что белый взяла. Он прям вообще... Нет, это не громоздко. Смотрите, хотя я полочки заполню, и будет бардак, как всегда. Сейчас буду его двигать. Короче, бардак. Ну, пока как-то так. Отлично. Туда будет все утрамбовываться. Но мне на самом деле надо еще разобрать вот эти вот все ящики, чтобы все было на местах. Что-то там строительное, что-то хозяйственное. Вот. И круто, конечно, вот эти вот ящики. Я взяла коробки. Они довольно-таки мягкие. Вот. И в них что-то, ну, типа пластиковая посуда, там салфетки. Это можно хранить. Вот. И в пластиковых, конечно, удобнее. Вот это вот все строительное, с красками. Вот. Ну, посмотрим. Все срастется. И расстроилась я вот из-за стеллажа очень. Цветочки здесь хорошо встали. Короче, бесила меня эта тетка. Вроде ничего, но что-то хотел сверху, и я всю ее записала. Нашла масляный маркер. Вот. Короче, такое словоблудие. Но, на самом деле, выглядит клево. А может и нет. А может и выбесит меня. Фиг знает. Я чуть подсмыла текст, чтобы барышня больше проявлялась. Короче, пусть будет так. Вот. С этой тоже потом разберусь. И вообще сейчас хочется ее закрасить. Вот. Закончилось место на телефоне. Не могу сфоткать для Инстаграма калаш. И вообще хочу уже пойти сделать маникюр. Да. Ну что, Катя маникюр не сделала, потому что все занято. Ну как все занято? Там только два мастера, и все. Только 8 часов вечера. Такая, о нет, господи. Короче, записалась на среду. Хотелось пораньше. И сразу на маникюр, на педикюр. Блин, так не хочется там зависать надолго. Ну, что еще делать? Зато забрала заказ в Озоне. Сейчас обдумываю, какие татухи я хочу. Чего я такая прям блестящая-блестящая? Не пойму. На хайлайтерилась, видимо. Ну, кстати, вот только вот здесь вот новый хайлайтер забрала, и он прям клевый. А вообще, я просто, наверное, потная. Надо в очередной раз идти в душ. Ну, слушайте, как есть. Жара, адок. Дома канди это спасает, но когда с улицы приходишь. Короче, смотрю про татухи. Написала в одну студию, в которую хотела обратиться. И что еще? А, и еще сейчас по поводу бумаги для принтов кое-что уточняю. Вот, и рада, что я сегодня выбесилась немножко на холстах. Еще и третий испортила. Ну, прям, правда, испортила. Но мне и работа не очень нравилась. Это где голая дева. Ну, как бы не то, что не нравилась. Она просто скучная. Никакая. И я не знала, как ее, чем разбить, чтобы было поинтереснее. Ну, слушайте, бывает. Как я всегда и говорю, опыт, опыт. И лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Это вот про рисовашки, да. Да, будешь себя потом ругать, что вовремя не остановилась, но нет. Я была недовольна работой. И лучше что-то сделать, и быть, и понимать уже, что нет. Это полный шлак. А вот когда ни туда, ни сюда, это хуже, поверьте. Вот. Помонтировать уроки. Я вообще немножко-то взбодрилась, но все равно какая-то вот такая. Уверена, что сегодня я засну очень рано и спокойно, потому что все-таки не выспалась. Да. Ладно, пойду опять за компьютер садиться, чтобы разгребать дела. Вообще меня бесит, что я не могу снимать нормально на камеру за компом. Контровой свет. Меня не видно. Меня это, короче, бесит. Приходится выползать. Ну, как бы лишний повод пойти попить водички. Да, и сделать бёрпи. Угу. Потому что для бейкборда нужны сильные ноги. Короче, я сейчас залезла разбираться со стеллажом, почему мне пришел не тот. И я, конечно, лоханулась, потому что все пришло то. Стеллаж этот деревянный, он приходит в разобранном состоянии. И так как я заказала еще полки, но я была уверена, что полки я заказала нужного размера, потому что они внизу в рекомендованных лежали. Но нифига. Я не посмотрела на размер и решила, что вот эти вот большие полки это основание вот этого стеллажа, то, что идет в комплекте. Блин, надеюсь, вы поняли. Короче, главное, что вы поняли, я и налажала, и ступила. Но фишка в том, что никакого возврата, никакой поездки в Икеи, хотя, блин, мне надо туда все равно пилить. Ну, в общем, сейчас не нужно этого делать, потому что стеллаж я соберу с полочками, с маленькими, с узкими. И те широкие, которые пришли, их можно распилить. Когда ко мне придут доделывать полки, то я попрошу еще мне распилить полочки, и тогда они влезут там. Супер! Я вообще довольна, что эта проблема так быстро решилась. Кайф! Вообще! Арт-ложечек, доброе утро! Я тут пока перекидываю видосы, надо помонтировать. Делаю логотипчик себе, вставляю, чтобы отправить макет для изготовления штампа. При упаковке я давно хотела такую тему. Сейчас, короче, сейчас покажу. Короче, вот эти вот штампики, они очень прикольные, и я тут подзависла, потому что можно намешивать еще цвета разные, и это очень круто смотрится. Он такой Гарри Поттер. Конечно, все по классике. У меня там черный, золотой, серебряный. Ну, я взяла у другого продавца вот эти вот наполнители. И, короче, буду пробовать. Мне кажется, это так классно, так стильняшно. Ну, и лишний логотипчик не бывает лишним. Короче, будем ждать. Отзывы вроде нормальные, логотип отправила уже, все оплатила. Важное дело сделала. У меня эта, кстати, задача давно уже стояла. Мне кажется, больше месяца. Артлорчик. Я только что разбирала сумку и сняла, что в моей сумке хотела, типа, в стиле Вовс сделать, но думала, ладно, не буду стебаться. И для меня, в первую очередь, этот повод был просто разобрать свой вот этот вот чемодан тяжеленный. Сейчас я хотя бы понимаю, почему он такой тяжелый, и чуть-чуть мусора повыкидываю. И надо собрать стеллаж. Сегодня девочка чуть опаздывает ко мне на занятия. Время есть. В общем, буду заниматься делами. У меня становится чище. Я собрала стеллаж, но потом доделаю полки, потому что надо эти подпилить. Видите, тут с размерчиком я налажала, как я говорила. И все. И уже, посмотрите, здесь будет порядочек. Единственное, я его хочу покрасить. И, конечно, смысл как бы все расставлять, но ничего, пока это... Сейчас можно. Чтобы просто был тут получше, короче, вид. Купила себе рулон крафта, потому что мне нужно тут кое-что упаковывать. И... О, стеллажик, какая прелесть. Вообще, по поводу упаковки, блин, это очень удобно. Я уже рассказала, что благодаря упаковщикам я и нашла это помещение. И у них все есть. И стрейч-пленка, и пупырчатая пленочка. Короче, проблем с упаковкой не будет. Кайф! А я тут урок сняла по графике. Ну, такая, так сказать, совмещенная с текстурной бумагой. Я вообще, конечно, очень ей довольна. Такой клевый, блин, эксперимент. Супер! Смотрите, какая у меня тут красота нарисовалась. Просто показывала Ксюше, как одной линией что-то можно сделать. Она мне сегодня показывала, как она умеет манекен рисовать. В итоге я заставила ее себя рисовать с натуры. И классно, прогресс есть. Вообще, очень устала. И что-то жарко. Мне кажется, я вспотела, надо канди включить. Он просто шумит, и башка кругом. И мы рисовали почти три часа. Вот откуда столько у ребенка энергии? Короче, занятия прошли хорошо. Мне надо выползать. Я понимаю, что я в студии уже ничего не смогу сделать. Хотя хотела очень снять вам обзор моих любимых картин. Наверное, это будет несколько частей, потому что их достаточно много. И они все разные. И, наверное, про графику стоит отдельно, и про живопись. Но прям хочется мне рассказать вам про такие работы, которые уже вне времени для меня. Которые прям вот все. Настоящее искусство. Вот. Что еще? Ну, короче, надо валить, потому что мне надо съездить заказ забрать. Вот. Про бумагу вам сказала, что я купила крафт тут. Как хорошо, да, что соседи, упаковщики. Вот. И подтвердил китаец, что получил макет для штампиков, которые я сегодня показывала. Да, да, да. И сегодня прям вот я у Алины Зайцевой читала недавно пост. И там она затронула тему, опять же, отдыха. И я понимаю, что надо мне как-то это, вот, побольше отдыхать. И как-то что ли стала я себе позволять. То есть я понимаю, что уже я перенапряглась сегодня. И надо немножко релакснуть. Вот. Но перед этим еще доделать дела. И магазин мне надо. Короче, дофига. Вот. Еще звонила, не звонила, оставляла заявку по поводу тату в студию My Forest Inc. Вот. Ответили мне девочки. Но по поводу того, ну, то есть они мне только мастера подобрали. А когда чего? То есть мне кажется, до дня рождения я не успею сделать себе татушки. Артурчик, привет! У меня там Матильда орет. Надеюсь, не слышно. Кстати, надо купить корм кошкам. Закончилось все. Сейчас, кстати, очень-очень рано. Я сегодня очень устану, предполагаю. День насыщенный, потому что маникюр и педикюр. Я это дело очень не люблю, потому что это отнимает время. И ты ничего не можешь делать. То есть у тебя руки заняты, и тут ты сидишь и, ну, не знаю, медитировать, наверное, можно. Вот, с педикюром хотя бы в телефоне посидеть. Вот думаю, может быть, взять айпад. Но я с собой беру сегодня много вещей. Мне нужно в студию. После что-то перетащить. Мне надо забежать в Леонардо. Еще я на сегодня записалась на татухи. Я вчера вечером переписывалась с одной студией. Там ничего не получается. В мой день рождения прям были места. Но времени очень удобно. И я нашла девочку, у которой очень хорошие работы. Изящненькие, тоненькие линии она делает. То есть работает с тоненькой иглой. Это для меня вот главное. Надеюсь, все сложится. Немножко волнуюсь как-то. Ну, потому что, блин, а вдруг будет плохо. Немножко себя ругаю, потому что, типа, Катя, надо мастера по-другому выбирать, круче. Ну, все равно же работы мастера говорят в первую очередь о нем. И мне еще понравилось, что девочка очень четкая в плане своего времени. У нее прям все расписано по поводу предоплаты, если опоздаете, время, отмена записи. Это достойно уважения. И в ее инстаграме была какая-то одна подпись, которая тоже мне понравилась. Типа, сделаю тебе больно и красиво. Я такая, нормально. Вот, кстати, много змей у нее в татуировках. Я видела в выполненных работах. Тоже прикольно. Сегодня уже с утра я смонтировала два видоса, перекидывала видео. Что-то все очень тупит, очень медленно. Вот. Сходило бы, так как есть еще время, кошкам за кормом, но все магазины еще закрыты. Только после восьми утра открываются. Ну, по крайней мере, себя в порядок привела. Еще занятия у меня сегодня тоже. Второй день подряд. И я вчера вообще так устала от занятий. Долго рисовали. Девочка, конечно, огонь. Сил у нее много. Вот. И надо подумать, какой натюрмортик организовать. Сегодня у нас живопись. И, опять же, выстроить занятия, потому что ребенка хватает намного. И надо это использовать. Очень-очень продуктивно. Уже ей вручила блокнот, который она будет заполнять своими набросками с натуры. Вот. А пока пойду разгребу стиралку, которая тоже была в утреннем списке. Так. Под шум кондея. Я тут давно не печатала. И, я не знаю, в этом году, видимо, мне не везет с печатью. Хотя, кстати, на видео смотрится хорошо. Но, блин, в реале все не то. Буду заново, короче, сканить работу. Не фотографировать, а именно сканить и разбираться со всем. Вообще, реально, в этом году что-то мне с печатью как-то не везет. То, где я печатала раньше, все поменялось, все плохо. Вот что значит, давно ничего не печатала. И, короче, опять буду менять полиграфию. Вот. Но для начала нужно заново файлы все подготовить. Вот. Я сходила на маникюр-педикюр. Я очень довольна, потому что мастер, конечно, который записывается, она делает настолько все быстро. Я в полтора часа уложилась. Вот. Нормальные руки. Но. Я еле вообще жива. Мне тяжело дается эта жара. Хотя, вроде, все нормально. Везде кондиционеры. Но как-то на давление, что ли, сказывается. Короче, очень фигово. Как-то и тошнит. Башка никакая, дурная. И я вот пришла. Ну вот, действительно, только зашла, чтобы закинуть принты. И перед этим забегала в Леонардо купить белил. Несколько кисточек взяла, растворитель. Ну, заканчивается. И подумала о том, что художник не может быть бедным. Потому что мы все видели ценники. Вот ты зашел, пару красочек взял, кисточек и две с половиной тысячи рублей. Все, пока. Вот. Брала с собой айпад на этот, на педикюр. Думала, посижу, порисую. Нифига, я была почему-то не в состоянии. Вот. И вообще-то чуть не заснула. И вообще, я ничего не могу делать. Это адский ад. Ладно. Соберусь. Занятия еще. И после этого пойду домой. Надо будет разбираться со сканером, потому что я его еще не доставала. А может, и доставала, не помню. Нет. И, блин, я даже не знаю, как собраться, потому что я вот такая вот вся просто дурная. И мне сделали комплимент моему загару. Прикольно. Арт ложечек. Я уже дома. И день сегодня какой-то очень странный. меня все бесит. Как-то все обламывается и с рабочими моментами. Короче, очень много каких-то вдруг вылезает непредвиденных обстоятельств. И я уже такая думаю, ну ладно, все, вечером как бы, вот, ладно. Какие-то вещи у меня отвалились. И я думаю, себя разгрузила на сегодня. И пишет мне девочка по поводу тату, что типа плохо себя чувствует. Давайте перенесем. У меня такая... Просто это единственное, что меня держало вот из какого-то такого, знаете, вот состояния, ну не то, что нервного срыва, но вот, ну сорвалась бы, так сказать. Психанула бы. А так думаю, ладно, надо дожить до вечера. А сейчас все, я понимаю, что вечер можно сейчас уже начинать. Вот. Перезаписалась на завтра на 10 утра. Решила. Поняла, что я просто нервничу еще немножко. что вдруг какое-то говно выйдет, хотя как бы говна никакого не должна выходить. И тут, знаете, воспринимаешь это, может быть, это знак, и не стоит делать, как бы раз тут девочка переносит. Но и я себя тоже как-то плохо чувствую с этим всем погодным, ужасным, вот я не знаю, явлением, жара адовая. Вот. Единственное, что из последнего меня порадовало, это то, что я отсканировала, блин, надо было заснять. Мне тут сканер положить просто некуда. Я его вроде как на стуле поставила и холстик сканировать. Тот еще квест, потому что все тут передвигало, крутило, но нормально склеилось. Вот. И у меня есть нормальная картинка. Причем у меня была, был файл нормальный. Господи, мне кажется, я уже говорить даже нормально не могу. Короче, все. Я на сегодня вообще закрываюсь. Всем пока. Артложечек, доброе утро. И оно реально доброе, но пришлось его делать самим. Лишний раз убеждаюсь, что мы сами, так сказать, свое счастье, свое настроение делаем. Ибо вчера денек был просто. Мне вот, я не знаю, что, все, что можно было обломаться, все обломалось. Кроме того, что я удачно отсканировала картину и оформила еще один заказ на печать. Короче, вы и все помните. Так вот, я уже с утра рано встала. Ну, во-первых, мемасик про тревожность, опять наше все, потому что я вскочила, еще не было 7 утра такая, и не выспалась. И из-за этого давления погоды чувствую себя просто не очень. И у меня так кружилась голова, я так думаю, блин, на татуировку ехать. Думаю, вдруг это правда знак, все плохо. Короче, нифига, все сложилось отлично, и я даже могу рекомендовать эту девочку, потому что она делает очень аккуратненько, хорошо, и у меня плюс 3 новых тату. Короче, план подготовки ко дню рождения выполнен, и вообще у меня сегодня как будто день рождения, настроение просто супер. Короче, я сейчас буду снимать отдельное видео про свои татушки. Вот одна, с цифркой 13. Очень прикольно было фотографировать себе тату, потому что они же зеркалятся, если ты делаешь там селфи в зеркале, и одна из татуировок, тут слово арт у меня сбоку, не очень удобно сейчас камеру будет показывать. Короче, смотрю в зеркало, что что-то не то. Даже когда я примеряла, я понимаю, что что-то вот, ну, как-то не очень, но на самом деле все классно. Девочка меня сфотографировала просто на камеру, и я посмотрела, и мне все очень понравилось, потому что в зеркале читаешь тя, получается, такая, тя, что за имя вообще у меня тут такое? Вот, и, конечно же, я сделала плутон. Вот мой кровавый плутон, короче, тут наклейка, и пока не так все идеально, как могло быть, еще плюс укусы комарины и этих слепней, поэтому огонь выглядит просто прям секси. Вот, и, ну, короче, класс, класс. Я говорю, настоящий плутон, смотрите, кровища тут все. В общем, я очень довольна, настроение поднялось, и, главное, еще все быстро, недорого, короче, супер. Теперь предстоит мне еще готовка, сборка на дачу, серьги Даш я купила, потому что она потеряла одну сережку, кстати, и Аня потеряла тоже сережку за несколько дней до этого, если вы тоже теряли недавно серьги, знайте, вы не одни. Вот, и, да, надо записать видос по поводу татушечек. Так, арт-ложечек, я лежу, ничего не делаю, потому что сегодня день сложился супер, про принты я сказала, что я забрала, и мне все очень понравилось, покажу потом в студии, не хочется разворачивать, мне кажется, я уже говорила это. Вот, и молодец, я что заказала два варианта, матовый и глянцевый, и реально думаю начать сканировать все свои работы, потому что фотография не даст такого разрешения, вот, и надо освоить еще пару, точнее не пару, а какое-нибудь приложение, программу, которое вот склеивает из разных кусочков одну картинку. Это удобная вещь, потому что чаще всего она нормально склеивает, как говорит Женя Монахов. Вот, и думаю как раз перенести это все в студию, то есть сканер, и все-таки придется таскать туда ноутбук. Вот, а что у меня такое белое лицо? Да, видимо свет так падает, потому что вроде было загорелое. Все еще не нарадуюсь своим татушечкам, фигушечкам. Вот, и собираюсь на дачу, приготовила с собой лазанью, пиццу, в общем, поеду с целой продуктовой корзиной, и готовой едой. Ресторан выезжает. Вот, но думаю, что сегодня на речку мы не поедем, потому что дождь, а хотя, может быть, и поедем, почему бы нет. Короче, буду выключаться, и до выходных. Блин, надо, кстати, артложечек монтировать, я так его и не начала монтировать. Артложечек, привет, моя днюшечка сегодня. Вчера поздно вернулась в дачу, даже не смогла камеру взять. Записала видос, сейчас быстренько, чтобы выложить его, по поводу своего дня рождения. Я не хотела заранее написать, но, ну, короче, как я и говорила, поздно приехала. Забыла рассказать, что Женя Монахов выложил пост со скетчами, где я ему позировала. Я ссылочку на его пост оставлю в комментариях. Не буду показывать, потому что, во-первых, елен, а во-вторых, ну, ютубчик не очень любит обнаженочку, поэтому давайте без этого, а то опять поставить какие-нибудь ограничения на мои ролики. Сегодня устраиваю день для себя. камеру не беру, не хочу, буду отдыхать, вот, и сейчас, конечно же, помонтирую видосы, потому что у меня еще урок не смонтирован для урок, для канала с уроками, да, вот, и еще Михаил Маркович позвонил, меня поздравил, это художник, которому я ходила учиться долгое время, и это было очень символично, он первый меня поздравил, и, короче, вообще поболтали, что-то прям так, на трубе висели долго, было очень клево, загорел, не загорел, я на даче, знаете, когда уже загар лег, и ты дальше загораешь, то не особо видно, вот, короче, классно развлекались, очень круто, я каталась на вейке, просто, я ввозила такое, я релли, хорошо выпрыгиваю, правда, приземляюсь, это, ляжками, вот я отбила себе ноги, очень, вообще, я никогда не отбивала, так сильно об воду какие-то части тела, и вот верхняя, передняя часть бедер у меня просто адски болит, да, и еще я начала читать, у меня тут книжечка Харуки Мураками, Кавка на пляже, Кавка, любите ли вы Кавку, да, особенно грешневую, захотелось что-то почитать там, и, знаете, я вообще так удивилась, что забыла вот это вот ощущение толстой книжки, перелистывания страниц, потому что читала последние года электронные книги, потому что это очень мобильно, удобно, а тут такой кайф, лежишь на качельках, в тенечке, ножки загорают, и наслаждаешься, и пошло, все-таки я Мураками люблю, очень как-то он пишет, так вот, ну, нравится мне, тоже считаю успех, вот, ну, уже сколько там, процентов 30 прочитала книги, все, пошла монтировать, арт-ложечек, привет, утренний ритуал с массажем, день вчера пошел, прекрасно, и снимаем, так сказать, последствия вчерашней тусовки моей, и сегодня будет продолжение, но такое небольшое, Лена ко мне приезжает, правда, на всего несколько часов, ничего, посидим, потрещим, вот, и отдам Лене сухоцветы, которые я лотоса ей покупала, и вообще, знаете, хочу вдариваться работу, я вчера что-то очень много думала, вообще на тему там своих каких-то дел всех, активности, и не очень мне нравится, что за последнее время я как-то выпала, хотя только недавно говорила, что мне наоборот нравится, что я себя не корю, не виню, но вот не пойму, мне кажется, что все равно какое-то такое безделье, оно как-то негативно на мне сказывается, и, опять же, отсутствие какого-то результата, даже просто вот видосик вчера дырешный смонтировала, и уже как-то поинтересней, сейчас, кстати, я смонтировала видео про татуировки, так что ждите, увидите, и надо арт-ложек смонтировать, я так его и не смонтировала, господи, вообще, ему уже там это, он уже там плесенью будет покрываться, сама уже забыла, что происходило, вот, уроки по-назаписывать на эту неделю есть, но надо на следующую, а еще я забронила катер, и мы с девочками будем в субботу кататься на вейкборде, вот, надо только продумать, как мы будем потом добираться из Рэдисона в Бесбородово, потому что там будет продолжение тусича, вот, потому что удобнее всего по воде, и надо глянуть, есть ли там какие-то места, чтобы нас прям высадили именно там, было бы очень клево, вот, а то на таксишечке, таксишечку там, кстати, очень тяжело поймать, вот, опыт уже имеется, что еще, ну, короче, буду пробовать сегодня вдариваться, и еще думаю все по поводу сканера, конечно сканировать картины, это тема, и понимаю, что дома сканировать очень неудобно, потому что нужна большая площадь, и скорее всего надо принтер, точнее сканер отнести, но придется тогда периодически притаскивать ноутбук, ну ладно, ноутбук это не сканер, и это проще, чем таскать кучу картин, ноутбук помещается в рюкзаке, и картины все там, не надо будет их постоянно возить, туда-сюда, ну вот, и вообще надо прям, наверное, себе какую-то, какую-то памятку завести, потому что хочется все работы, которые есть на Саачи, обновить, отсканировать, ну, которые у меня в доступе есть, потому что некоторых нет уже, и уже принты с них печатать можно совершенно другого уровня, так, под глазами надо, хорошо это, взгляд бешеной селедки сейчас был у Кати, все, все, да, все, массаж закончен, пойду делами заниматься, а еще мы открываем сезон мытья холодной водой, сегодня отключили горячую воду, господи, я как-то вообще пропустил этот момент, и сейчас захожу в интернет, смотрю график, и да, да, еще 9 дней, воды не будет, ну ладно, вода будет зато в Шоше, вот, будем там катать, вот, надо, кстати, наверное, отснять, и очень хочется инструктора нашего Славика Прекрасного поснимать, потому что он так катает, просто божественно, да, 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 что еще? Да ничего, я села наконец-то арт-влог монтировать, вот, нельзя так запаздывать, я, кстати, уже должна закрывать этот арт-влог, но ничего, сегодня день еще не закончился, плюс Лена приезжает, я в студию пойду, но когда вот так вот все задерживаешь, кажется вообще, что это была прошлая жизнь, и так пересматриваешь все, думаешь, когда я вообще все это дело организовывала, вот, а еще, еще дальше, вот, змей, кстати, пытается выползти, он помнит, зараза, откуда он мог вылезать, и это, конечно, подстава, вообще мне надо побыстрее с арт-ложечком разобраться, и выдвигаться уже в студию, потому что, Лена, можно приехать пораньше, так, все, привела лицо в порядок, и сейчас буду выдвигаться в студию, вот, думаю, может быть, какой-нибудь альбомчик художничком, с художничком, забрать с собой, отсюда, из дома. Так, арт-ложечек, Кандинского, Сезана, и Тулуз Латрека, принесла небольшие, ну, потому что их много, вот, и Андрей Кортье Брессон у меня тут стоит, вот, и еще тут по фэшн-иллюстрации, сборник Манери Ренуар-Дега, случайно принесла еще детскую книжку, вижу насквозь со скелетами, хотя тут она тоже, может тут нормально будет. А еще, блин, не сняла, я вхожу, и здесь у меня огроменное такое пятно, я такая, что-то пролилось, так, я вроде вытерла нормально, я такая смотрю, дорожечка сюда ведет, и там у меня стоял вкуснейший сидор, но, видимо, от того, что было очень жарко, он лопнул, четенько вообще, как будто ее прям разрезали, и все вылилось, короче, утро началось с того, что я мыла полы. А ко мне тут Лена приехала, Лена, привет, выбирает себе в коллекцию оформления домашнего картиночки мои разные, что Лена тебе приглянулась тут? По глянцу решила, да? Заберу все самое красивое. Угу. Ну, договоримся, за сколько ты будешь забирать. И цветочки. Эти, кстати, были, участвовали в съемке фэшн-раздела журнала Домашний очаг. Да. А ко мне тут приехали айфончик чинить, вот тут операция проводится. Ссылочку на ребят оставлю, выезжают на дом, потому что закрыли рядом со мной сервис. Вот. Зато так удобнее. Все, будет у меня новый аккумулятор. Аллилуйя. Аллилуйя. У меня новый телефон. Наконец-то. Очень и очень довольна. Мне мастер, мне даже неудобно было, если у меня в чехле грязь. Он мне чехол даже вымыл. Все такое, блин. Вот как стекло поменяешь, так сразу вообще красота. Новый телефон. Изменьки мои любимые. Вообще, конечно, очень довольна, потому что собиралась поменять телефон. Ну, не телефон, а аккумулятор на нем. И я сегодня узнала, что можно посмотреть в настройках. Емкость. Аккумулятора вашего. Это пипец. Потому что я гадала, думала, в чем дело. Вдруг у меня там с платой что-нибудь, и поэтому он разряжается. Вот. Мастер показал. Такой, вот у вас там 55%, заходите на стройки, аккумулятор, и все там показывает. Замечательно. Сейчас там 100%, поэтому держать будет хорошо. Но это невыносимо было. Я постоянно Powerbank подключала. Это, конечно, хорошо его с собой носить, но не так, чтобы ты не можешь просто вот целый день с телефоном провести. И вообще, конечно, я ребятами очень довольна. Ничего мне не платили, но скажу, что я просто всегда у них делала. Я их знаю давно, еще рисовала для них картинки. И вот потому что они были рядом со мной, я все время к ним обращалась. И один раз я обращалась в другой сервис, чтобы просто поменять стекло, и какая-то вообще просто фигня. Я поняла, что нет, надо не изменять хорошим людям. И в очередной раз убеждаюсь, что, блин, это классно. Сначала я расстроилась, узнав, что они съехали отсюда, и решила, думаю, ладно, вызову мастера сюда. То есть ты можешь сидеть, работать, что-то делать, и мастер приедет, и на месте сделает, ну, то есть там, замену аккумулятора, стекло, причем выезд стоит 500 рублей. Я думала, что это дело подороже будет. Ничего подобного. Вот, также можно заказать курьера, который заберет то, что нужно, и привезет прям вообще даже в этот же день. Короче, это дико удобно, дико круто, и жизнь не будет прежней. Опять же, делаем все для удобства. То есть я не потратила, по сути, свое время на дорогу, чтобы ждать еще сидеть, замену. Вот, а мы сидели с Леной тут тусили, она купила у меня работы, классные причем, она выбрала вообще шикарные иллюстрации фэшновские, и я такая, господи, теперь у меня их нет. Это всегда так, немножко грустно расставаться с работами, но это очень клево, когда ты потом увидишь их в интерьере. Но, кстати, в интерьере я их увижу не совсем скоро, потому что Лена их брала для оформления загородного дома, а он еще в стадии строительства. Но она их оформит, я уверена, в ближайшем будущем, потому что это очень-очень классный процесс. Еще мы посидели тут и поубирали мне сюда картинки. Это из серии этих моих ботанических стрит-арт иллюстраций. Хотела замутить 100 штук. Я рисовала их маркерами молотов и перманентными золотыми маркерами. Короче, очень клевая серия, надо тоже отдельно про них видео снять. Вот, и надо, наверное, порисовать, но я пока ладно, приду в себя немножко. Блин, очень рада, что Лена пришла. И она все время кайфует от того, как у меня классно в студии. В общем, зарядилась я позитивчиком и очень-очень довольна. И с телефоном разобралась. Это такая большая жирная галочка. Вот, ладно, сейчас я немножко отдохну и чем-нибудь дозаймусь. Порисую, что ли. А, уроки надо записывать, да. Я такая, уроки записывать. Так, Артушечка, я вернулась домой, я ничего не делала. Тупо постила фотки в Инстаграм и сейчас у меня разрядился телефон, надо его заново заряжать. И я себя чувствую не очень. У меня что-то так подкруживается как-то голова, может быть, из-за того, что погода еще тут. И поэтому опять экспортирую сейчас видос. Сильно загружать себя не буду. Может быть, поработаю со списками задач получше. Поразбираю записи с коуч-сессией, чтобы так немножко направить свой ум, разум в нужное русло. Ну и на этом предлагаю закругляться. Что там? Вторая порция, да, арт-вложечка, арт-вложных дел случилось. Вот Лена приезжала, это я запомнила. Ну и посмотрю, что там было еще. Интересного, хорошего, может быть, не очень интересного. В любом случае, новые картинки там точно есть. Вот еще, кстати, мне надо выбрать какой-нибудь аэрозольный лак для одной из работ, потому что у меня там... Я вообще лаком не покрываю масляную живопись, но иногда случаются косяки, типа когда добавляешь масло в какой-то другой пропорции, и кое-где картина бликует, а кое-где нет, потому что пененчик, конечно, я больше всего люблю в работе с масляными красками. Вот. Но это все уже в следующем арт-вложечке. Атакуем Леонардо, а пока отправляюсь в новые 10 дней, в новую часть арт-влога. Ну и спасибо, что посмотрели, потому что вы это посмотрели, а я только все увижу, вот когда буду монтировать. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok